Жизнь британской монархии после долгого траура постепенно приходит в нормальное русло, и пока новый король посещает все части страны, а Меган Маркл возобновляет выход своего подкаста, давайте обратим внимание на новую принцессу Уэльскую, Кейт Миддлтон, а точнее на ее ювелирные украшения. Да, тема украшений гардероба Елизаветы, а также их новых владельцев еще долго будет актуальной. Вот пять самых невероятных украшений из личной коллекции Елизаветы, которые герцогиня Кембриджская получила в дар от ее величества. Начать надо с японского жемчужного колье. Украшение с бриллиантовым кулоном-застежкой было заказано королевой из жемчуга, подаренного ее величеству японским правительством еще в начале 80-х. Колье не часто носила сама королева, позже только два члена королевской семьи. Леди Диана, после нее Кейт. Можно с уверенностью утверждать, что теперь Кейт не просто одолжила колье, стоимость которого оценивают в 30 тысяч долларов, но является и его владелицей. Она появлялась в нем по слишком личным поводам. Впервые на праздновании 70-й годовщины свадьбы королевы и герцога Эдинбургского, после на похороны Филиппа и самой Елизаветы. Оба раза к траурному образу она добавляла и серьги с бахрейнским жемчугом, также подаренные королевой. Уже после смерти Елизаветы, Кейт досталась одной из трех любимых, почти идентичных жемчужных ожерельей, принадлежавших королеве. Удивительно, но среди многообразной коллекции украшений, относительно скромное по дизайну ожерелье из жемчуга было любимым украшением Елизаветы на протяжении всей ее жизни. Правда, за счет статуса хозяйки таких украшений и их символического для нее значения, эксперты оценивают каждое такое ожерелье в 5 миллионов долларов. Кейт уже дважды была замечена во время траурных церемоний в ожерелье Елизаветы. Это либо подарок деда короля Георга V в честь его серебряного юбилея, либо подарок отца, созданный из фамильного кремового жемчуга, или подарок от Эмира Катара в честь коронации Елизаветы. В любом случае, Кейт оба раза дополнила свой образ и жемчужными серьгами Елизаветы, подаренными на ее свадьбу. Носила Кейт и самое дорогое украшение в личной коллекции Елизаветы – колье Низам Хайдарабада, которое оценивает 80 миллионов долларов, состоящее из 38 бриллиантов и 13 изумрудов. Асавджа VII Низам, или правитель Хайдарабада, тогда британской колонии в Индии, был одним из самых богатых людей в мире. Поэтому в качестве свадебного подарка позволила Елизавете выбрать все, что ей захочется у ювелирного дома-кортье. Будущая королева, недолго думая, выбрала самое дорогое ожерелье и в придачу тиару с тремя съемными цветочными брошами, о которых я рассказывала в прошлом видео. Елизавета, кстати, стала не первой обладательницей знаменитой драгоценности. Кортье изготовила ожерелье в 1935 году, продал его графине Уорик, но сразу же выкупил обратно. В королевской семье ожерелье Низам Хайдарабада носили только Елизавета и Кейт Миддлтон. Но оно вряд ли было подарено Кейт, как пишут многие. И такое дорогое во всех смыслах колье перейдет, скорее всего, наследнику Карлу Третьему, который вряд ли решится его подарить жене, а ставит в наследство сыну Уильяму. Так что Кейт его фактическая владелица, и вряд ли мы увидим в этом ожерелье кого-то, кроме нее. То же самое можно сказать и про Тиару Кембриджские узелки любви, стоимостью в миллион триста тысяч долларов. Она была изготовлена еще в 1914 году ювелирами Гарард по заказу у королевы Марии, как копия Тиары ее бабушки Августы. Мария же подарила Тиару внучке Елизавете. Часто эту Тиару заимствовала принцесса Диана, считается, что это была ее любимая Тиара, но на свадьбу она так ее и не надела, хотя, как говорят, Елизавета настаивала. Знаменитое украшение Кейт Миддлтон надевала минимум шесть раз на государственные банкеты в Укингемском дворце. Кстати, для приема испанских монархов к любимой Тиаре Кейт добавила и ожерелье бандо с рубинами и бриллиантами стоимостью в 500 тысяч долларов, подаренное Елизавете ее родителями на свадьбу. Удлиненные украшения тогда считались модными, но со временем из-за его габаритов королева перестала его носить. Однако, после того, как в нем появилась Кейт, Елизавета надела его на обед стран Содружества в свой последний раз в 2018-м. Но, пожалуй, одной из самых сентиментальных вещей, которую Елизавета подарила герцогине, стал уникальный браслет. На одном из своих первых государственных банкетов и после герцогине носила браслет – свадебный подарок Елизавете от мужа принца Филиппа, в разработке которого он даже принимал участие и использовал бриллианты, принадлежащие его матери, принцессе Алисе. Ну что ж, делаем вставки, в каком еще роскошном королевском украшении появится Кейт Миддлтон в ближайшее время, пока она предпочитает избегать королевских бриллиантов. Пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на канал и мирного вам неба! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!